Здравствуйте, друзья! Бюджет прокатного голливудского фильма категории А, хороший режиссер, звездная труппа и дорогие эффекты, в среднем составляет от 100 до 150 миллионов долларов. Иногда львиная доля этих денег уходит на зарплату именитым актерам. Именно таким случаем посвящен этот ролик. Представляю вам, актеров, запросивших самые безумные гонорары и получившие их. Джим Керри всегда говорит «Да». К 2008 году одна актерская работа Джима Керри стоила около 20 миллионов долларов. Когда актер получил приглашение в новый проект Пейтона Рида, он решил поставить эксперимент отказаться от зарплаты, но попросил 36,2% от кассовых сборов. Продюсеры фильма согласились на сделку, и Керри заработал рекордную для себя сумму – 35 миллионов долларов. Роберт Дауни-младший «Мстители». Стоимость контрактов с Робертом Дауни-младшим выросла в 2008 году, после того, как он стал главным актером в киновселенной Марвел. За «Мстителей» и «Железного человека 3» он запросил 50 миллионов долларов, на что студия согласилась. Позже Дауни выдвинул новые условия – поднять зарплату остальным актерам. И Марвел снова пришлось согласиться. Джонни Депп «Пираты Карибского моря» на странных берегах с гонораром в 55 миллионов долларов. Джонни Депп хвастливо отмечал, что на пике своей карьеры тратил по миллиону долларов в день на разные мелочи. Несмотря на то, что актер постоянно является на съемочной площадке пьяным, не учил роли и хамил продюсерам в высоких гонорарах Дисней и ему не отказывал. Джек Николсон «Бэтмен». Изначально за роль Джокера в 1989 году Джек Николсон получил 6 миллионов долларов. Но он заключил соглашение с продюсерами, что будет участвовать в остальных сделках, связанных с прокатом фильма и продажей брендированной продукции. В итоге, процент за процентом, Николсон заработал 60 миллионов долларов. Харрисон Форд «Индиана Джонс» и «Королевство хрустального черепа». Бюджет последней части «Индиана Джонса» превысил в 185 миллионов долларов. Одну треть этих денег, а именно 65 миллионов, Стивен Спилберг отдал своему давнему другу Харрисону Форду. Эту сделку нельзя назвать настоящим честно заработанным гонораром. Скорее, это дружеский жест богатейшего. Человека в Голливуде. Том Хэнкс «Форест Гамп». Проект Роберта Зимекиса «Форест Гамп» с первых дней производства потерпел денежные трудности. После кастинга выяснилось, что Тому Хэнксу не получится выплатить обещанный гонорар в 10 миллионов долларов. Тогда продюсеры уговорили актера согласиться на процент от проката. Впоследствии Хэнкс не пожалел, что не отказался от работы, и заработал при этом 70 миллионов долларов. Сандра Буллок «Гравитация». В 70% сцен из фильма «Гравитация» Сандра Буллок играет только лицом, потому что остальные части тела и скафандр нарисованы на компьютере. Тем не менее, актриса получила баснословную сумму в 77 миллионов долларов, номинацию на «Оскар» и приз на фестивале «Сатурн» за лучшую женскую роль. Том Круз «Война миров». «Война миров» Стивена Спилберга была оброгана критикой и зрителями, но собрала внушительную кассу – чуть более 500 миллионов долларов. Подписав контракт на беспроигрышных условиях, Том Круз получил 20% от всего мирового проката, что составило путем несложных подсчетов – 100 миллионов долларов. Может быть, Круз не очень хороший актер, но коммерческий гений определенно. Уилл Смит «Люди в черном 3» Третья часть знаменитой франшизы не имела бы ни малейшего успеха без участия Уилла Смита. Актер запросил грабительский гонорар – 100 миллионов долларов. Продюсеры не смогли отказать. Фильм, конечно, окупился, хотя поклонники оригинальных людей остались разочарованными. Киану Ривз «Матрица-перезагрузка» Киану Ривз никогда не охотился за гигантскими гонорарами. Во второй части «Матрицы» он сыграл за 15 миллионов долларов. Агент Ривза посоветовал помочь режиссерам картины, братьям Вачовски с финансированием, но запросил 15% от сборов. Ход оказался выигрышным, и в 2003 году Ривз оказался самым дорогим актером планеты, заработав на фильме 126 миллионов долларов. Друзья, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если вам все понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колоколец, чтобы первыми знать о новых роликах. Всем добра и успехов!